Дорогие друзья, добрый день! Рад приветствовать на сегодняшней лекции, на сегодняшнем занятии, посвященном суперкомпьютерным технологиям для современной науки и техники под эгидой госкорпорации Росатом, сотрудником которой я являюсь в должности директора по математическому моделированию. В рамках лекции я расскажу про те технологии и результаты, которые в рамках нашей деятельности и в применении к различным отраслям промышленности науки мы получаем, проводя различные научно-исследовательские работы. Кратко расскажу о себе. Для начала я являюсь выпускником МГТУ имени Баумана. На заднем фоне видна одна из аудиторий этого университета. Так получилось, что сегодня я как раз веду эту лекцию из стен данного университета. По основной специальности я инженер-физик, физик с применением математических технологий, математики, суперкомпьютерных вычислений. Сегодня подробнее мы об этом будем разговаривать. По итогам нашей лекции будет небольшая сессия вопросов и ответов. Если у вас таковые вопросы появятся, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы по возможности постараемся на них ответить, если таковые будут. Для начала давайте я кратко скажу, что же такое госкорпорация Росатом. Наверняка вы о ней по меньшей мере слышали, может быть интересовались. Росатом занимает первое место в мире по строительству реакторов, реакторных установок в мире. На данный момент мы строим более 30 энергоблоков по всему миру. В Европе, в странах Африки, в Азии. Мы добываем примерно 1 треть ядерного топлива. У нас второе место в мире по запасам урана, который является основным материалом топливным для работы реакторных установок. У нас единственный в мире ледокольный атомный флот. Вы знаете наверняка, что есть ледоколы, в том числе, которые возят раз в год школьников вас на Северный полюс в рамках образовательной деятельности. И здесь я отдельно хочу сказать, что госкорпорация является также и цифровой суперкомпьютерной корпорацией. Мы в пятый год реализуем единую цифровую стратегию, в рамках которой мы создаем для российского, для международного рынков цифровые технологии, суперкомпьютерные технологии, которые позволяют в целом улучшить производство, промышленность, медицину и так далее. Дальше я несколькими примерами с вами обязательно поделюсь. Что касается основ и основ суперкомпьютерных технологий, будь то в Росатоме, будь то в целом в мире, неважно, это является вычислительный центр. Вычислительные центры бывают разного типа, бывают локальные, когда на предприятии стоит свой собственный суперкомпьютер, пользователи решают разного рода задачи на суперкомпьютере, получают результаты и эти результаты впоследствии вважатся в некую проектную деятельность, выпускаются новые изделия, улучшается производство, повышается работоспособность, обеспечивается безопасность изделий и так далее. Но весь мир движется в сторону вычислительных центров именно коллективного пользования. Под коллективным пользователем подразумевается то, что пользователь, находясь фактически в любой точке мира, имеет доступ к вычислительным ресурсам, к большим мощностям и может выполнять ту работу, те задачи, которые стоят перед пользователем, перед предприятием этого пользователя. Росатом находится в тренде развития такой технологии доступа из любой точки нашей планеты. И фактически подобные центры обеспечивают, с одной стороны, централизованное хранение тех данных, которые получаются в ходе деятельности предприятий, либо в ходе различного рода моделирования, либо в ходе сбора информации от тех изделий и оборудования, которые эксплуатируются на предприятиях, либо на атомных электростанциях. С другой стороны, эти данные могут обрабатываться для создания новых прогнозируемых моделей с применением машинного обучения. Сегодня я кратко тоже эту тему затрону. Из третьей стороны, этот весь накопленный опыт позволяет, скажем так, бесшовно передавать накопленный опыт, накопленные данные с поколения в поколение. Мы понимаем, что пользователи сменяют друг друга, становятся старше, переходят на другие должности. Но так или иначе, это все позволяет сохранять те знания, тот опыт, те данные, которые накапливаются. Но центральным звеном, повторюсь, является обучительный центр, который обеспечивает бесперебойную и дистанционную работу. Бесперебойно здесь поднимается то, что даже несмотря на те аварии, которые могут происходить в центрах обработки данных, все равно работа не перестает. Просто с одних мощностей, с одних ресурсов, обучительных перекидываются на другие. Для пользователя это не видно. Пользователь всегда работает в комфортных условиях, не теряя свои критические данные. С точки зрения отраслевого применения, в каких отраслях промышленности применяются подобные технологии, и Росатом работает со всеми отраслями. Здесь вот на слайде вы можете видеть, понятное дело, это атомная энергетика, все предприятия, которые относятся к атомной энергетике, они принадлежат госкорпорации Росатом, входят в структуру госкорпорации. Параллельно мы работаем с ведущими предприятиями авиастроения. Яркий пример сухой. Дальше я покажу несколько интересных результатов математического или же суперкомпьютерного моделирования применения к авиации. Это судостроение. Это судостроение может быть применено как к моделированию кораблей, которые плавают по поверхности воды, будь то это какие-то подводные аппараты, погружаемые под воду на различную глубину. Это ракетно-космическая отрасль, безусловно, когда мы запускаем различные энергоносители и так далее. Воздух, космос, ближний космос, дальний космос. То есть все это неминуемо приводит к необходимости использования суперкомпьютерного моделирования подчас ввиду того, что не всегда мы можем то или иное оборудование проверить на каких-то экспериментах, в каких-то условиях, которые, в общем говоря, на земле не всегда и могут быть недостижимы. Суперкомпьютерно активно применяется в автомобилестроении. Здесь, наверное, в большей степени есть опыт наших зарубежных коллег, в частности, BMWi, Toyota, Formula 1. Они все полностью постраиваются на технологию суперкомпьютерного моделира. Если интересно, можете также в комментариях написать, я в конце могу более подробно рассказать, каким образом это происходит. Ну и двигателестроение – это основа основ большинства промышленных оборудований, в которых имеют место различные вращающиеся друг относительно друга элементы. Все это неминуемо связано с суперкомпьютерными технологиями, с математическим моделированием. И сейчас тренд такой, что на основу математического моделирования мы переходим к прогнозированию с применением технологий машинного обучения и нейронных сетей. Так что же такое модель? Модель – это основа основ. И когда мы говорим про суперкомпьютерные технологии, про математическое либо суперкомпьютерное моделирование, в данном случае это синоним, мы так или иначе сталкиваемся с понятием, что же такое модель. И здесь на слайде я попытался привести вам простые понятия, которые могут характеризовать модель. С одной стороны, модель – это некий образец, который служит неким стандартом, эталоном, той уникальным существом, элементом, который характеризует реальное изделие. Например, автомобиль. Автомобиль мы можем представить в виде некой упрощенной коробки либо более сложной коробки с выделением характерных элементов. Будет это фары, колеса, зеркала и так далее. Так или иначе, это образец, который имеет ряд допущений, ограничений по отношению к реальной модели, к реальному изделию, которое будет создаваться. С другой стороны, модель – это изделие, с которого снимается форма для воспроизведения в другом материале. Например, мы можем сделать слепок руки и так далее. И вот этот слепок является некой моделью того реального изделия, которое есть. С третьей стороны, это может быть человек, который позирует художнику, и так или иначе, портрет, который получается, это тоже некая модель, может быть подробный, может быть упрощенный в зависимости опыта художника, его умения рисовать. Так или иначе, портрет – это тоже некая упрощенная модель человека. Ну и устройство. Здесь можно тоже проводить бесконечное количество примеров. Устройство, так или иначе, это является упрощенной моделью какого-то реального явления, либо объекта, которое пытается воспроизвести устройство. Например, да, суперкомпьютер является отчасти моделью мозга человека, когда у нас происходит огромное количество вычислений, либо комбинация этих вычислений в секунду в голове человека, да, суперкомпьютер пытается фактически воспроизводить все те же операции, но только с меньшей скоростью, потому что мы физически еще не подобрались к тем ресурсам, мощностям, которые есть в мозге человека. С другой стороны, что же такое модель в целом? То есть, когда мы имеем модель, мы неминуемо должны с этой моделью что-то сделать. И вот этот процесс чего-то делания с моделью является моделированием. Применительно к суперкомпьютерным технологиям, к технологиям математического моделирования, как правило, идет речь про численное моделирование. То есть, когда мы некий реальный объект, либо объект, который мы пытаемся исследовать, либо явление в этом объекте пытаемся исследовать, мы характеризуем некими численными моделями. Под численными моделями мы понимаем некий набор математических уравнений, которые описывают те физические процессы или явления, которые происходят внутри этой модели, либо в окрестности этой модели, ну, возле этой модели. Как пример, течение воды в кране это описание гидродинамики течения воды внутри замкнутого объема, замкнутый объем этой сама трубочка. С другой стороны, это полет самолета, когда у нас моделью является сам самолет, но физические процессы практически происходят вокруг модели, то есть аэродинамика воздушных потоков, которые обтекают поверхность крыльев и фюзеляжа самолет. Ну, вообще говоря, под моделированием есть иные понятия, здесь вот я на слайде попытался кратко их привести, они также, так или иначе, тоже связаны с суперкомпьютерными технологиями. Здесь я хочу отметить, наверное, последний пункт, это машинное обучение. Отмечу, что, повторюсь, что это является таким мировым трендом, это машинное обучение, когда уже накопленный опыт, знания, те результаты, которые получены либо в экспериментах, либо с помощью неких расчетов на калькуляторе, вручную, на компьютерах, на суперкомпьютерах, все это вложится в некий большой массив данных, в общем случае это некие численные данные, большие таблицы, и анализируя эти таблицы с помощью технологий машинного обучения, когда, условно говоря, программа самостоятельно проводит анализ чисел, численных значений, прогнозирует, а что будет, если произойдет некое новое событие. Например, открываем кран воды, открыли немножко, у нас скорость потока воды достаточно слабая, и у нас происходит определенный расход воды, определенное сопротивление, гидравлическое сопротивление воды, давление воды на стенке трубопровода и так далее. Если мы кран открываем побольше, у нас уже слои меняются, Составление становится больше, расход воды становится больше, сопротивление становится тоже больше. И вот такой набор данных может лечь в основу машинного обучения. То есть когда мы уже имеем определенный набор данных, мы можем заранее сказать, а что будет, если мы откроем кран на полную мощность, не приходя к моделированию и какому-либо расчету, с помощью технологии машинного обучения мы можем заранее предсказать, какой будет расход, либо сопротивление воды. То есть здесь вот такая некая, отчасти мистика, когда мы не приходим к реальным измерениям, мы с помощью технологии машинного обучения заранее говорим, какой будет результат, основываясь на данных, напрямую не относящихся к именно данному режиму течения, либо режиму работы какого-либо оборудования. Ну и повторюсь еще раз, что такое математическая модель? Это совокупность неких математических уравнений, которые описывают свойства объекта, либо оборудования, либо той области, которую мы хотим исследовать, либо изучить. И особенности взаимодействия этого объекта с окружающей средой. Ну здесь опять же пример случая самолета, или вот в данном конкретном случае это фрагмент болида Формулы-1, когда болид на высокой скорости проходит сопротивление воздушных потоков, и так или иначе взаимодействует с окружающей средой. Чтобы нам описать реальный объект, мы должны его каким-то образом смоделировать. Смоделировать имеется в виду, что мы должны перейти от реального объекта, то есть когда перед нами действительно стоит болид Формулы-1, мы должны его упростить с точки зрения понятного, с другой стороны, легкого описания математических уравнений. И здесь к нам приходят технологии и методы контрольного объема, либо контрольного элемента, когда мы объект представляем некими кубиками, и каждый кубик обладает своими свойствами. В данном случае, вот на примере болида Формулы-1, попробую вам объяснить. Воздух, который обтекает болид, объем этого воздуха делится на маленькие кубики, на отдельные элементы. Каждый элемент обладает своими свойствами. У каждого кубика измеряется своя собственная скорость потока воздуха, свое давление, своя энергия и импульс. То есть с какой скоростью передаются параметры от одного кубика к другому. Вот такого рода абстракция, либо упрощенное описание реального объекта является фактически моделью. Решение этих уравнений является математической моделью и алгоритмами решения. Алгоритмы позволяют различными методами решать эти уравнения. В общем случае, все физические явления, процессы, как правило, описываются дифференциальными уравнениями. Здесь показано уравнение сохранения массы, количество энергии, количество движения и количество энергии. К эти три базовые уравнения, вокруг них львиная доля гидродинамических и тепловых задач основаны. То есть еще раз, для закрепления. У нас есть реальный объект. Мы от реального объекта переходим к некой модели, которая упрощенно описывает ту реальную модель, которую или оборудование, которое мы исследуем. А набор математических уравнений, которые описывают явление либо поведение реального объекта, это сама математическая модель. И, соответственно, методы, методики, с помощью которых мы решаем эти уравнения, систему уравнений, это непосредственно математическое моделирование. С точки зрения этапов, этапности построения математической модели, здесь я выделил 7, но можно, в принципе, варьировать в зависимости от методики или технологии разбиения самого процесса моделирования. Здесь я, наверное, кратко пробегусь. Первое, еще раз, мы обследуем реальный объект моделирования, то есть тот объект, который мы хотим смоделировать, тот объект, о котором мы хотим узнать его поведение, его характеристики, либо те ситуации, которые гипотетически, либо виртуально могут произойти с этим объектом. Дальше я покажу хороший пример. Это, например, опрокидывание автобуса, либо столкновение автобуса с столбом. В реальности такие ситуации, к сожалению, случаются, а вот с точки зрения математического моделирования мы такие ситуации можем в виртуальной среде моделировать с помощью суперкальпиатурных технологий. Второй этап – это концепциальная математическая постановка задачи. Здесь подразумевается, что мы выписываем те уравнения, которые описывают физические процессы или явления, которые происходят с реальным объектом или же с самой моделью. Третий этап – это качественные анализы, проверка корректности модели. Мы, основываясь либо на существующих данных, либо на экспериментальных данных, либо данные, которые нам известны, мы отдельные элементы, отдельные физические явления сопоставляем с математической моделью. Тем самым подтверждаем, что те уравнения, которые мы выписали, они корректно описывают физические процессы и явления, и та задача, которую мы в итоге решим, она будет решена правильно. Четвертый этап – это выбор и обоснование методов решения задачи. Здесь фактически мы выбираем тот метод, с помощью которого мы будем решать систему математических уравнений. Здесь, наверное, подробно останавливаться не буду, наверное, можно целую отдельную лекцию провести. В целом инженер, инженер-математик, исходя из своего опыта, выбирает те или иные алгоритмы, которые позволяют относительно быстро решать систему математических уравнений. Пятый пункт – это поиск решений и реализация алгоритмов в виде программы для ВМ. Как правило, чтобы автоматизировать и ускорить рутину по математическому моделированию, существует огромное количество программного обеспечения, с помощью которого подобное математическое моделирование производится. В частности, в Росатоме, в других корпорациях и на предприятиях существует большое количество программного обеспечения, которое позволяет моделировать какие-то локальные процессы, будь то гидродинамика, типопроводность, какие-то прочностные характеристики, нейтронно-физические характеристики, радиационные и так далее, в зависимости от того объекта, который мы исследуем. Это может быть топливо, атомные станции, это может быть автобус, самолет, ну все что угодно. Здесь на самом деле никаких ограничений нет, здесь только ограничиваются, наверное, фантазии нас самих и тех задач, которые перед нами стоят с точки зрения вот самого математического моделирования. Шестой пункт, он на самом деле опциальный, проверка адекватности модели. Если у нас есть данные, повторюсь, если у нас есть данные, с помощью которых мы можем проверить корректность математической модели, корректность полученных результатов с помощью математического моделирования, то мы этот пункт проводим, то есть сравниваем, скажем, реальные данные, которые получены с установки, с помощью датчиков, с данными, которые получены в результате решения уравнений. Если они совпадают с определенной точностью, с определенной погрешностью, считаем, что математическая модель корректно описывает поведение реальной установки. Если же нет, то требует корректировка уравнений математической модели. Ну и строго говоря, начинаем с пункта 1, повторяем все сначала. И пункт 7, это практически использованные модели, непосредственно использование тех результатов, которые мы получили. И здесь, на самом деле, с седьмой пунктом, он, наверное, должен быть стать и нулевым. То есть на нулевом этапе мы должны понимать, а зачем нам вообще математическая модель, что мы хотим из нее получить, какие данные мы хотим из нее выводить, и для чего нам их в последствии использовать. Вот подобные вещи, они дают ответ на этапе номер 7. И дальше я покажу вам ряд примеров, более таких наглядных, интересных, которые получаются с помощью суперкомпьютерных технологий, и как и госкорпорации Росатом, так есть и на других организациях подобные истории. И здесь отмечу такую связку, что всегда идет связка центра коллективного пользования, центра обработки данных и программного обеспечения, с помощью которого происходит суперкомпьютерное, оно же математическое, моделирование. То есть вот эти две комбинации, как бы инфраструктурные части и программное обеспечение выдает те результаты, которые я дальше покажу. С точки зрения, ну, одной из областей применения технологий математического моделирования, суперкомпьютерного моделирования, это фундаментальная наука. С помощью подобных технологий мы можем исследовать какие-то новые процессы, явления, которые протекают, ну, вообще говоря, в том оборудовании, ну, в любом оборудовании, которое нам интересно. Ну, в частности, одним из таких интересных явлений, достаточно, с одной стороны, простых в геометрическом исполнении, но сложных в физическом понимании, это смешение разнотемпературных потоков в тройниковом соединении. Когда у нас по одной трубе течет горячая вода, по другой холодная, в какой-то момент времени происходит смешение горячей и холодной воды, и все, что происходит за точкой смешения, приводит умы человечества в некое замешательство. И подобные вещи, они носят как бы фундаментальный характер. И вот математическое моделирование в целом позволяет подобные вещи моделировать. Ну, здесь вот вы можете видеть, как вот синенькое, это холодное, соответственно, красное, горячее, как вот происходит дальнейшее с изменением температуры двух потоков. С точки зрения авиационной промышленности, ну и в целом примитивно к другим отраслям промышленности, здесь вот я попытался показать в целом подход, который используется в промышленности для проведения математического моделирования. Пункт номер один. У нас есть подробная геометрическая модель того объекта, который мы исследуем. Ну, в данном случае летательный аппарат, самолет. На втором этапе мы эту область вокруг исследуемой модели представляем в виде кубиков. Ну, в общем случае это может быть не обязательно кубики, это элементы произвольной формы. В каждом элементе, в каждом кубике, напомню, у нас заданы свои собственные параметры, скорость давления, температура, энергия и так далее. На третьем этапе мы проводим некую валидацию, проверку отдельных процессов и явлений, которые описывают в целом всю большую модель математическую. И на последнем этапе, на четвертом, мы получаем моделирование всех явлений и процессов, которые происходят с моделью. Либо возле модели, либо самой модели. В данном случае, вот как раз мы моделируем уже не отдельные какие-то элементы, а в целом обтекание самолета потоком воздуха. И здесь вот на картинке, зелененьким, красненьким показано то давление воздуха, которое воздействует на поверхность самолета. А далее принимается решение, те результаты, которые получили, они достоверны, да или нет. Если да, то насколько эти результаты могут быть применены впоследствии в производстве уже самолета как такового, либо изменения параметров самолета и так далее. Если те параметры удовлетворительны, требования удовлетворены и так далее, то самолет может быть выпущен в серию, модифицирован, либо что иное. Если есть какие-то виды сомнения, либо параметры полученные, отрицательные, коэффициент сопротивления большой, слишком большое давление, то мы начинаем все заново. Мы корректируем геометрию, заново строим математическую модель, разбивая на кубики, опять валидируем на простейших данных, на простейших физических процессах, потом переходим к моделированию всей модели в целом. И вот таким образом мы зацикливаем наши процессы. И здесь вот такие примеры из авиационной промышленности. Это математическая модель функционирования летательного аппарата на самолета. Здесь вот вы видите, как сбрасываются отдельные элементы, как происходит бочка, обра, максимальная перегрузка самолета и так далее. Здесь вот на втором слайде можно видеть, каким образом происходит изменение потоков воздуха за крыльями самолета. И дальше уже конструктора могут принимать или иные решения по модификации профиля крова самолета, например, либо модификации параметров летательного аппарата. Здесь мы можем с помощью математического моделирования проводить некий анализ тех аварийных ситуаций, которые гипотетически могут произойти в ходе полета. Ряд таких экспериментально получить практически невозможно, либо в целом невозможно. Ну вот, например, как попадание какого-то элемента в лобовое стекло самолета на высокой скорости, который приводит к разрушению стекла, экспериментально такое выполнить практически невозможно. Это чревато большим последствиям. Виртуально это можно сделать достаточно легко. И то же самое срыв лопатки двигателя, когда лопатка отрывается по какой-то причине, прорывает сам фюзеляж двигателя, и фюзеляж ломается и так далее. Экспериментально такой процесс тяжело происследовать, да, но с помощью математического или конструкционного моделирования подобные вещи можно вполне себе легко делать. И из ракетно-космической отрасли тоже хороший пример. Это стартовый стол энергоносителя, когда у нас ракета стоит на... Сейчас я попробую еще раз запустить. Стоит на стартовом столе, да, перед запуском есть некая ветровая нагрузка, да, и мы можем преследовать, какие же ветровые нагрузки воздействуют именно на ракету, и в целом спрогнозировать, какой должен быть ветер, чтобы эта ракета там завалилась на бок, либо какие-то еще возможные сценарии по эксплуатации от ракеты, когда она стоит на месте. Ну или другой вариант, когда у нас есть высотные здания, дует сильный ветер, здание, в принципе, может начать колебаться или что-то с ним происходить. Такое внештатное тоже подобные задачи могут быть смоделированы. С точки зрения судостроения, здесь классическая задача является моделирование шума, который производит вращение винтов. Да, это актуальная задача с точки зрения наиболее тихоходных судов, чтобы не производить лишний дискомфорт для пассажиров, которые на данном судне плывут. Здесь вот подобные волны, шума можно моделировать. И то, о чем я говорил, это такие вот аварийные ситуации. Есть некий каркас, северной каркас автобуса, и мы можем моделировать некие аварийные ситуации, столкновение со столбом, либо прокидывание автобуса на бок, и смотреть, какие прочностные характеристики при этом происходят, какие параметры при данных авариях возникают, и насколько безопасен и эффективен эта конструкция автобуса. Если же мы понимаем, что небезопасно, мы проводим к некой коррекции геометрии, элементов конструкции, и повторяем моделирование заново, добиваясь нужных прочностных характеристик. И, как мне кажется, последний слайд, возвращаясь к машинам обучения, хороший пример мы не так давно сделали, совместно с МГТУ имени Баумана, это моделирование, прогнозирование поведения спортсмена, грибца в неких таких эталонных условиях. То есть мы исследовали поведение грибца, его положение, силу нажатия на весло, угол поворота весла и так далее. То есть достаточно большое количество данных мы собирали. На основе этих данных мы строили математическую модель, смотрели, как себя ведет весло в воде. Отсюда строили модель, на основе которой прогнозировали, каким образом, наилучшим образом пловцу нужно сидеть, с какой силой нажимать на весло, каким углом весло должно входить в воду. То есть все вот это, математическая моделирование, все эти условия позволяют моделировать, и в общем случае мы можем выдавать итоговый, эталонный результат, как себя должен вести человек, спортсмен, оборудование, либо та модель, которую мы исследуем. Коллеги, у меня на этом все. Большое спасибо. Если были комментарии, я готов ответить. Сейчас я попробую закрыть презентацию. Ну, насколько я понимаю, как таковых вопросов не было. В любом случае, мои контакты были в презентации. Я всегда рад письмам, которые поступают от людей, которые заинтересованы в математическом моделировании, в математике в целом. Коллеги, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, спрашивайте, я буду готов ответить на ваши любимые вопросы, касающиеся моделирования суперкомпьютеров и всего того, что связано с подобной тематикой. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.